Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 мая, мы наконец-то оттаяли, у нас сегодня будет теплый день, 25 градусов. И скорее всего начнется аномальная жара. Но моим томатам это уже не угроза, они уже укоренились. И вот я сейчас хочу отчитаться перед вами. Вот прошел месяц после того, как я их высадила. Что я сделала за это время в теплице, потому что кто-то еще в это время высаживает. Может для кого-то это будет подсказка, кто-то что-то забыл сделать. Я сейчас прочитаю. Я вроде ничего такого и не делала. Но список вот, у меня висит здесь табличка, я показывала вам, куда я записываю, что я делаю, чтобы потом случайно не повторить второй раз или еще что-то не сделать. Вот написано, высадка 24-26 апреля, но я еще и 27-го прихватила. Короче, я высаживала 4 дня и прошло как раз ровно месяц. Первая моя обработка, многие со мной ее делали, была 5-го мая, это микроэлементами. Это вот просто опрыскивание по листу, ну как бы поддерживающее, потому что у нас погода была нестабильная, все помнят, что был и снег в это время, и морозные ночи, и все на свете. Потом, первый раз после высадки, 9-го мая, я сделала полив и вытяжка суперфосфата. Все видео есть у меня, кто хочет посмотреть. Вот это был первый полив. Второй полив был 19-го мая, через 10 дней. И третий полив у меня сегодня, 28-го мая, через 9 дней. Вот смотрите, за весь месяц я полила всего лишь 3 раза, вот сегодня третий раз. Потому что было не очень жарко, а даже наоборот холодно. И лишний полив мог бы спровоцировать вот эти вот и заболевания, но увлажнять не надо. Про полив, вот после этого видео, про полив томатов, я расскажу подробно-подробно, специально видео, длинное, доскональное, подробное, как некоторые не любят, нудное будет про полив. Все-все-все разложу по полочкам. Вот я полила, сегодня поливаю третий раз. И вот смотрите, первый полив я совместила, я стараюсь совмещать, ну для простоты. У меня вот тут капельный, второй год всего лишь. Но даже если бы я просто поливала, то по влажной земле лучше всего делать какие-то подкормки, какие-то добавки. Первый полив я совмещала вот с вытяжкой суперфосфата. Второй полив у меня просто прошел, потому что было некогда. И третий полив, вот сегодняшний, я добавила фитоспорин. Это первая как бы профилактическая обработка. И добавлю вот эту эликсир плодороги органическая. Гумик, вот эта кузнецово-жидкая. Потому что вы, наверное, читаете везде и слышите, что нужно минеральные подкормки чередовать с органическими. Вот у меня была подкормка с суперфосфатом, она минеральная. Вот это будет органическая. Тут гумат калия. И я об этой подкормке расскажу в отдельном видео подробнее. Сейчас не буду удлинять. Но вот это обыкновенное, оно в каждом магазине продается. Все. Короче, вот за весь месяц у меня сейчас третий полив. А, еще борное. 17 мая было борное опрыскивание. Вот за весь месяц, если подытожить, не так уж и много я здесь ухода сделала. Но, конечно, два посынкования и подвески было. 5 мая были микроэлементы. 9 мая была вытяжка из суперфосфата. Потом 17 мая борное опрыскивание. И вот сейчас будет фитоспорин и вот это гуми. Все. Теперь у меня здесь... А, еще. На следующей стороне. Вот тут вот от вредителей. 21 мая обработала командором. Это в тот день, когда я узнала, что у меня там где-то завелась белокрылка, чтобы предохранить вот эту теплицу от заражения белокрылкой. Ну и вдруг тут тоже есть белокрылка, но пока невидимая или какая-то. Была одна обработка от насекомых вредителей. Если насчет других подкормок или чего-то я сильно не увлекаюсь вот такими подкормками, минеральными удобрениями, я стараюсь больше в почву все это внести, то про обработку от насекомых. Тут я категорически стою на той стороне, вот с теми людьми, которые обрабатывают инсектицидами. Потому что народными средствами это долго, это малоэффективно. И бывает иногда упустишь, понадеешься на народные средства, упустишь время, все здесь размножится. Вот это вот. Но все-таки чесночное опрыскивание, настойку я уже приготовила. Или завтра, или послезавтра буду делать чесночное опрыскивание. Я вам расскажу. Я уже сняла все это. Видео надо смонтировать, слепить и выложить. Я расскажу вам, оно и отпугивает всех насекомых. Я все про белокрылку, у меня теперь все мысли заняты о белокрылке. Отпугивает белокрылку от теплицы, когда чесноком пахнет. И еще одно профилактическое действие против фитофторы. Значит, сегодня я землю пролью фитоспорином, а завтра сделаю листья, обеззаражу вот этим чесночным опрыскиванием, вот этой настойкой. И тогда я буду спокойна, следующие 10 дней, мне можно опять будет сюда не заходить. У меня томаты будут политы, обработаны от фитофторы, и грунт, и листья. Все, подкормки им не нужны. Вы видите, что они такие, ну я имею ввиду какие-то отдельные, например, или азот содержащие, или фосфор содержащие. Вот это гуми кузнецовые, эликсир плодородия, мне хватит. Вот это мой итог за месяц, отчиталась я, вы видите, что томаты все зеленые. Несмотря на наши погодные условия, вот погода была такая, что некоторые люди в ужасе. На нас то мороз нападал, то снегопад, то вот этот град, ну в теплице, конечно, град нас не тронул, но вот самый первый месяц, самый трудный, мы все-таки прожили. Томаты чувствуют себя прекрасно. Я вчера вот начала видеообзоры снимать, как их формировать, и вы видите, что на всех томатах завязи, вот на всех сортах без исключения, где-то больше, где-то меньше, спиридон, которого обчекрыжили для раннего урожая, там вообще уже такие полноценные помидорки. Конечно, если бы у нас не было продолжительных холодов, вот этих минусовых температур ночных, тут уже были бы полноценные, может быть, помидоры, но это Сибирь. Мы, я вот лично не скулю, не жалуюсь, какая есть погода, такая есть, с такой боремся. Выживаем в тех обстоятельствах, которые нам предлагает наша жизнь. Ну, и в этих обстоятельствах может вырасти все прекрасно. Все, до свидания. Желаю всем успехов, хорошего урожая. Если что-то не получается, не огорчайтесь, начинайте снова. Вы видели нынче, в каких условиях мы все это выращиваем. Мне вообще надо, вот что, какие я преодолеваю трудности, мне вообще надо было бы тогда все бросить. Кстати, хорошая новость, замороженные на горе томаты отходят понемножку. Сегодня все покажу. Сегодня еще покажу, какую подкормку делать буду в открытом грунте, как демидово формировать в открытом грунте. Сегодня я оттаяла, солнце, тепло, сделаю много видеороликов для тех, кому это нужно. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok